День Героев Отечества отмечается с 2007 года, 9 декабря. Он продолжает наши глубокие исторические традиции. Дата приурочена к Дню памяти христианского святого Георгия Победоносца. В этот день в 1769 году Екатерина II учредила высшую воинскую награду – Орден Святого Георгия. В начале XIX века по ее образцу был учрежден знак отличия для нижних чинов – Георгиевский крест, ставший одной из самых почитаемых боевых наград. В наши дни в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, Кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Так уж история распорядилась, что сегодня в России героев с каждым днем становится больше. При этом не обязательно они должны иметь одну из этих наград. Просто герои – лучшие люди страны. Несколько лет назад в рабочем поселке Фрянова, рядом с мемориалом воином, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появился второй памятник, отдавшим жизнь в локальных конфликтах. Местное отделение партии «Единая Россия» в преддверии памятной даты провело на мемориале митинг под названием «Героя звания священно». Пришли ветераны, школьники, студенты Щелковского колледжа. Ты извини меня, солдат, что не могу сказать ни слова, что слезы в горле снова-снова, что я молчу, смотря в глаза. Повестка. Сын погиб на фронте. Он воевал, он был солдат. Он столько верст прошел в пехоте. Он так хотел прийти назад. Уроженец поселка Фрянова Андрей Евдокимов погиб в Афганистане. Павел Блохин пропал без вести в Чечне. Недавно на гранитной плите появилась фамилия Александра Головачева. 4 октября прошлого года он был мобилизован в зону специальной военной операции. Служил гранатометчиком. 5 мая погиб в бою под Бахмутом. Ему было всего 35 лет. У Александра остались жена и дочь. Я хочу поблагодарить всех за организацию, за то, что все неравнодушно отнеслись ко всему этому. Все почтили память нашего папы, нашего мужа Александра Головачева. В нашей жизни всегда есть место для подвига. Но мы зачастую не видим этого. Мы отдаем честь всем тем, кто, рискуя собой, проявил решимость и мужество в страшный час. Мы должны всегда помнить наших героев. Также передавать эту память молодому поколению. На примере реальных, настоящих, наших, а не вымышленных или навязанных чужой пропагандой героев должны воспитываться новые поколения россиян. Судя по тому, как проникновенно ребята читали стихи, до них все доходит как надо. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война. Как добродушье действеннее жало. Встает заря, светла и горяча. И будет так вовеке нерушимо. Россия начиналась не смеща, а потому она непобедима. Священник Фриановского храма Иоанна Предтечи, отец Алексей, отслужил панихиду по погибшим воинам. Участники памятного мероприятия возложили цветы к памятнику. Многовековая героическая история российского воинства продолжает писаться на наших глазах. Но пожелание у всех одно, чтобы скорбные списки не пополнялись новыми именами. Ирина Микета, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.